здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас в гостях владимир левкин певец продюсер общественный деятель 8 июля летом с каков с какой-то поры у нас стал отмечаться праздник его по-разному называют но так потихонечку сокращение это остается праздник любви и верности семьи семьи не обви семьи любви и верность как раньше была вера надежда любовь вообще-то и осталось себя любовь и верность вот из этих трех слова я понимаю что не все связующие но что для тебя семья что для тебя любовь что для тебя верно ну ты знаешь я бы оставил просто день семьи потому что все остальное это подразумевает любовь верность но что семьи нет семье в паразии семей нет без любви и без верности если это не так скажем другие составляющие тоже надо расходиться и не мучить друг друга не мучить детей вот я такой вопрос захочет ве чай хочешь нет но есть люди которые делятся на две части первое я должен жениться или выйти замуж только вот один муж одна жена все навсегда до повенчались и живем в то есть долгий выбор другие мы знаем людей у которых и не 4 еще и больше браков 8 даже если 9 вообще это конечно идеал когда одна семья и так скажем сошлись ну да сошлись две половинки я конечно идеал и это идеал когда но условно люди присматриваются друг другу в школе там допустим да для меня конечно мои родители это идеал папа царство небесное мама еще так скажем нормально все они прожили вместе так скажем в семье я и сестра и как-то они папа военный мама детский врач это какая-то такая среднестатистическое может быть советская семья которые были книги увлечения музыкой потому что мама было пять сестер и все вот это вот вместе все пели это какая-то да это наверное идеал моей жизни ну не то что сложно сказать тут попали на такие переломные моменты которые переходила сторона и к сожалению я вместе стороной со стороной все это переходил я не обвиняю страну в этом не только себя обвиняю потому что много раз не хватало терпение и уважающих но я виноват потому что может быть не было того опыта не было той взрослости и когда ты по один с половиной месяцев на гастролях это конечно очень сложно это очень сложно и нам девчонки из армии ждут там два года до сейчас год не дожидаются а тут ну здесь большая но в принципе ты знаешь вот с первой женой у нас сейчас очень хорошие отношения старшую дочь она прекрасно знает что в любую секунду она может приехать что ее всегда ждут тем более младшая сестра практически благотворит и тут жизнь жизнь которая ставила иногда что-то на свои места хотя и ошибок не было много такая история да я вот еще о чем хотел поговорить так как эта программа мы хотели бы посвятить не только вот семейным до ношениям и каким-то человеческим взаимоотношениям почему потому что все мы прекрасно знаем то ну ситуация которая приключилась конкретно с владимиром левкиным к сожалению частично она даже в какой-то степени не хочу говорить слово повторяется нет тут надо разделять сразу разделять потому что у меня это так скажем одно у вики это совершенно другой выдерживаете вот эти вот жизненные удары почему-то сходится на твоем примере ведь это произошло с тобой персонально уже давно можно сказать по меркам до того времени в котором мы живем но два раза да и два раза вот люди когда узнают об этом впервые они такой для них такое ощущение что жизнь заканчивается я хочу на твоем примере что мы поняли как сделать так чтобы человек не просто поверил себя чтобы семья помогла ему чтобы выйти из этой ситуации как это сделать ты владею ситуация на фону если вы на самом деле это очень сложно очень долгий разговор но ситуация очень сама по себе просто если откинуть все вот эти все наши переживания человеческие когда мы вдруг начинаем себя есть спрашивать почему я это надо это вот реально надо откинуть есть треугольник это доктор пациент и семья так вот в этом треугольнике практически любая болезнь она излечима но для того чтобы этот треугольник работал конечно же необходимо за собой следить понимаешь там условно раньше это называлось плановым медицинским осмотром в школах да сейчас к сожалению очень часто люди об этом забывают то что работа семья нужно зарабатывать деньги нужно вечером идти в пятницу с друзьями в клуб я посчитал можно один раз не сходить с друзьями пятницу в клуб но сделать себе полное обследование потому что существует бесплатное какое-то количество анализов которые это может дать есть платные которые ну там мрт и т.д. и т.п. ну тут практически эта сумма которую ты в пятницу оставляешь в клубе но люди этого не понимают к жизни и касс нет я не понимаю почему определенные радио и телевизионные станции навязывают нам западные ценности почему бы нам самим не навязывать свои ценности ценность очень просто люби себя люби себя не до влюбленности утром просыпаясь да я такой крутой да я себя люблю нет себя любить быть ответственным потому что хотя бы раз в год в любом случае нужно пройти диспансеризм ну я это называю диспансеризации до обследование и понять если у тебя какое-то очень серьезное заболевание на начальном этапе она ловится лечится намного быстрее и шанс выздоровления он очень высокий когда эта четвертая стадия это конечно единицы выкарабкиваются из-за этого я благодарен господу что так случилось я просто себе сказал что не дождетесь я еще не все песни спел я еще не всех детей родил и не еще не еще надо как же как же куда согласен она не каждый может себя так вот взять в руки а это все в семье наш это воспитание моего отца воспитание моей мамы которые дали мне какие-то заложили мне какие-то такие вещи что не надо сдаваться надо идти дальше игры тем более отец военные и если ты не видишь если ты не можешь это если ты видишь цель иди к ней да если ты не можешь идти ползи если ты ползти не можешь лежи в направлении цели понимаешь и вот так же под капельницей лежал направление цели а вот скажи когда это все произошло уже нам на серьезном таком этапе ну кто-то наверное все-таки покинул твой ближний круг тут стоться очень простая на самом деле те кто смог чем-то помочь да я всегда ценил в людях честность определенных когда люди говорили там не могу вот ну реально не могу там это одна ситуация не остались моей жизни но когда люди просто сливались конечно они моей жизни не остались но я простил всех поэтому все хорошо у нас человек должен идти дальше груд груз обид и озлобленности он всегда тебя тянет назад а любой нормальный человек он идет дальше он идет вперед он идет с теми кто с ним идет или с теми у меня есть друзья с которыми мы не встречаемся там можем там ну год не видится до через год мы встречаемся наговориться не можем это такие люди с которыми тебе все равно любом случае приятно поэтому нельзя обижаться нельзя озлобляться опять-таки каждый человек разный но просто не забывайте о том что вы идете дальше вы идете вперед до условно болезни значит болезни кто у вас покидает этой болезни вы не виноваты то есть они не виноваты вот я так скажу да они эти люди не виноваты что вы заболели у них могут быть разные жизненные ситуации которые в данный момент не могут и они не могут вам помочь тут ситуация очень простая а еще раз говорю не то что чтобы не заболеть если вдруг что-то случается и это словно первая стадия это излечение практически девяносто девять и девять десятых процентов но давайте серьезно такой вопрос медицинский аспект вот почему на сегодняшний день масса программ довольно странного такого медицинского направления когда они непонятно какими таск как сказочники что-то рассказывают а никогда не скажешь что ребята вот условно я ваш год вы можете пройти профилактику то там бесплатно диспании за люди этого не знаю есть ощущение что медикам который в общем и представляет государство в данном случае да как бы не выгодно что ли чтобы мы были здоровы давай так давай нет немножко закинул давай так очень так вот прям вот по алгоритму на то есть на госуслугах есть странно и тебе не приходят эсэмэски по поводу по поводу того что тебе что есть возможность не твоей районной поликлинике брать странно у нас постоянно приходит эсэмэски что есть возможность там меня не посетить до посетить вот этого врача но может быть ты через госуслуги не за не врача заказывал через госуслуги нет попробуй скажи чтобы тебя включили в эту ну никуда мы не денемся едет цифровизация определенная да и эсэмэски от поликлиник что то есть от здоровья ну условно здравоохранение москвы они приходят что в такой-то поликлинике такого-то там проходят такие-то плановые обследования так в такое-то время можете прийти можете записаться и то есть культура наша такая что пока рак не свистнул мы не играете да это в крови крови это как они болит чуете да это в крови это в крови потому что какой-то возраст толкали на эти все диспансеризации до потом перестали все мы как бы расслабились ну вроде все хорошо надо зарабатывать а чтобы зарабатывать ты должен быть здоровым ну что же сейчас мы сделаем небольшой перерыв эта программа открытый диалог у нас гостях владимир левкин напомню что эта программа открытый диалог певец продюсер общественный деятель владимир левкин здесь у нас возвращаясь к тому что ты говорил мы ведь сегодня говорили семья любовь это получается что для того чтобы ты мог хорошо работать для того чтобы твоя любовь озаряла до всю твою семью ты должен еще и себя тоже любить то есть ты должен следить за собой потому что условно очень же много таких примеров когда один кормили в семье понимаешь очень много а не дай бог что с ним я не желаю никому но не дай бог с ним что-то случилось серьезное заболевание условно вот я первый раз полтора года пролежал второй раз год пролежал если бы не помощь семьи в большом понимании этого слова с моей стороны с марусиной стороны там родителей до первый раз это вообще была только моя семья и какие-то там очень близкие друзья которые просто со мной по жизни все остальное когда это вот большая семья помогает да это одна ситуация когда нету этой большой семьи потому что мужик постоянно пропадает на работе тоже живет большой вопрос чему мы учили кому мы идем почему почему условно у нас нету есть на сайтах там работа и т.д. и т.п. какие-то ребят давайте поймем куда мы движемся и решим значит нам нужно вот такое-то количество инженеров такое-то количество медперсонал такое-то количество того-то такое количество вот артиста дайте не трогать потому что артисты бывают и из медперсонала и откуда они такие они в этом отношении свободны потому что очень часто бывает так что человек еще не понял чем он хочет заниматься бывает а потом он раз и звезда эстрады вот скажи я беседовал со священником на тему вот праздника 7 любви верность то что церковная есть такая подноготная история целая он сказал что мы вернее вышли в этом разговоре на тему что любовь это очень серьезная он даже сказал так страшно тяжелая работа ты можешь сказать что любовь это не просто вот чувства ощущения но это действительно работа что каждый в семье должен вот в этой любви работать когда я работаю это плохо надо простит меня священник с которым ты говорил когда это работа это правда плохо наш допустим когда в семье вну условно о себе говорю о нашей семье понимаешь мы идем вместе но у каждого есть время для себя условно да для своего личного какого-то пространства им уже понимаем да что ну вот у человека не надо сейчас ничего когда человек доверяет своему любимому да просто доверяет если я в студии я в студии я реально в студии да если она там на кастинге или студия на в студии я знаю это нормально если она с девчонками встречает значит она с девчонками встречать и доверие определенная составляющая и самое главное не пытаться изменить человека к сожалению большому очень часто в семьях пытается под себя но глава семьи или ну тот кто главный в семье доме нам сюда это может быть мужчина женщины может быть ребенок он пытается под себя от себя заточить всю семью нет тогда надо мне другого по невозможно невозможно понимаешь здесь невозможно подстроиться другом здесь просто одно решение либо вы идете вместе либо через какой-то ну да вы когда эти загс вы понимаете что вы идете через какое-то время бывает всякое интересы разные он уехал в командировку да она там у нее другая работа ну теплота отношения не хочу говорить эти чисто медицинские фразы но определенная чисто чистота отношений частота имеется веду к не совпадение да никуда не денешься очень часто люди какое-то время ну бы соединяются очень быстро да и очень быстро разбегаются все-таки познание человека все равно это очень важно хотя церковь не это не приветствует но это современный мир но с другой стороны современное время институт семьи разве он не испытывает сейчас вот какой такую нестабильность потому что по некоторым данным люди которые живут браком сочетались браком официальным живут ради детей живут ради каких-то там ну то есть это уже не не человеческие какие-то отношения просто вот ради семьи и есть такое мнение что вот с институтом семьи что-то происходит в его можно как-то видоизменить но невозможно сделать все семьи счастливыми к сожалению число разводов обычно говорят число брака а если посмотреть число разводов то она иногда даже поболее может большому сожалению какое-то время было упущено ну и здесь можно обвинять кого угодно но я бы так скажем и нас в том числе здесь обвинил потому что вот было упущено самое главное все равно любое государство это семье семья и никуда ты от этого не денешься человек воспитывает рождается в семье воспитывается в семье пускай не полной да пускай не полно но какие-то ценности все равно прививаются в семье и все таки какая-то часть общества разворачивается к семье но хочется чтобы вся часть все наше общество вся наша страна все наши миллионы проживающие обратились именно в это пойми кто-то говорит что у нас нет идеи государственности я скажу что она есть она давнишние это семья вот наша идея наша очень простая идея и с помощью семьи мы прошли через эти войны потому что в любом случае мы победили в них наши предки в них победили потому что у нас была самая главная составляющая семья и каждому было куда возвратиться и каждый кто условно остался напал он понимал за что он отдает свою жизнь меня дед один сорок третьем под смоленском по и под сталинградом и причем что самое интересное в этой же видимо но где-то рядышком другой дед получил ранение вернулся поднимать колхоз и вот это ощущение вот пока мы это помним пока мы не передадим нашим детям вообще то что у нас было и что в принципе выставила семья наверно знаешь мы не победим наш народ вот тут хорошая . для нашей программы смотри владимир у нас есть вот такая книга отзывов нашего телевидения вот мы тебе предлагаем оставить отзыв вот как это водится знаешь такая книга памяти хорошем смысле слова называется владимир к родился в июне вместе с александр сергеевичем пушкина вода вот наш меня у меня праздник теперь 6 июня день русского языка и я так счастлив что столько всяких а ты читаешь в сетях пушкина записываешь а не записываешь ролики пушкина стихи пушкина александр сергеевич для меня имеет очень много оттенков наверное поэтому я не возьмусь да я не возьмусь читать пушкина в сетях я себя могу прочитать давай мне же надо это самое саморазвиваться себя рекламировать давай тебе интересно скоро птицы полетят все к югу и долго долго не будет их песен и слышно нам будет лишь стужу да в югу и мир для настали чуть-чуточку тесен они улетая покружат недолго нам покричат ждите вернемся к югу лететь долго пугливо а вы оставайтесь и мы остаемся началом до птиц до птах неразумных пусть улетает какое нам дело уши болят от криков их трубных слушать и вовсе их надоело и только вороны смеются над нами мол ничего поживите с недельку ну а потом какими глазами будете видеть пустую скамейку крошек посыпать никому более никому будет петь его кошка никто ранним утром вас не разбудит не прощебечет о чем-то немножко а ждать еще долго до первых капелей до теплых ветров и только с весной узнаете радость веселость их трелей таких не хватавших вам этой зимой скоро птицы полетятся к югу и долго долго не будет их песен и слышно нам будет лишь стужу да в югу и мир для нас станет чуточку тесен но все аплодируют сейчас я так понимаю ой от родившегося в июне владимира левкина родившийся в июне телекомпании тесно сколько всего автограф авторознана за жизнь она и не сосчитать я считать не буду но это правда очень много ты знаешь когда вообще автографы это такая какая-то памятная метка только я на паспортах и на деньгах не расписываюсь вот знаешь я хотел бы чтобы ты рассказал всем нашим зрителям которые может быть сегодня плохо даже не в медицинском плане вот как-то жизнь не складывается да может быть человек в одиночестве может быть расставание какое-то вот как себя в этих сложных жизненных ситуациях как с собой договориться чтобы жизнь продолжалась и выйти из этой сложной ситуации самое наверное главное не слушайте никаких коучей вот это слово это коуч да есть учителя учителя жизни что кто такие учителя жизни это книги основном и первое наверное самое главное не разбрасывать себя и не кидаться в разные стороны все таки так как мы все мы мы же иногда сами собой разговариваем почему нет есть определенный списочек да вот это получилось вот это не получилось опять-таки это от школы от семьи идет вот это вот если ты этому не научен это очень очень сложно этому учиться но если тяжелая ситуация если не знаешь куда идти знаешь иногда нужно остановиться иногда просто остановились и дух перевести дух когда ты поешь следующую музыкальную фразу ты берешь воздух понимаешь берешь воздух тут тоже самое выдохните в момент выдоха подумайте да вздохните встаньте загляните вглубь себя ведь очень часто все где-то рядом что она правда где-то рядом и я очень желаю всем чтобы вот это рядом все таки вы увидели и почувствовали что куда зачем почему и наверное самореализация каждого человека зависит от человека от его опыта от его знаний и лишний раз не запишите в тик токе какой-нибудь ересь а позвоните маме спросите мам знаешь я вот что-то не значит что дальше делать мышцы чем посоветуешь вам скажешь приезжаете покормлю давай подумаем мама папа есть друг всегда есть какие-то люди которые вроде бы они в твоей жизни но они чуть стороне которым чуть проще чем тебе оценить какую ситуацию не может не соглашаться или соглашаться делать по-своему так скажем пойти по совету по тому пути которые тебе посоветовали но никогда не текущий война кого учим вот как нет когда вы видите слова coach перенесите страницу есть правда учителем не одну до сих пор и на поддерживаем отношения я поддерживаю отношения со своими пионерами которым мы вместе в районном пионерском штабе были и со своими учителями которые меня учили в школе и и вообще есть очень-очень много людей которым я запросто могу обратиться с какой-то своей жизненной ситуации и выслушав совет с нескольких сторон выбрать то направление которое важно выведет она которая выведет нет ну поймите не кривая должна вывозить а тот кто везет по этой кривой должен вывозить до кривая вся жизнь она вот такая поэтому вы должны вести ну естественно я люблю перед новой дорогой всегда помолиться помолился и пошел вот такая была программа в гостях у нас был владимир лёвкин привет продюсер общественных действий спасибо большое спасибо вот удачи мы неправильно тут давай по меркантильному чтобы все сразу поняли знаешь у меня есть прекрасная семья это моя удача сейчас мне немножко другого нужно а вот чего мы промолчим хорошо тогда оставим на следующий интервью владимир лёвкин программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания